Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодняшняя наша тема – подготовка к МСО. Мы с вами закончили изучение модуля «Обобщение и систематизация». На этом уроке мы готовимся к проверке наших знаний за весь шестой модуль. Начнем урок с повторения. Для чего в программах и алгоритмах мы используем цикл? Если вы помните, цикл позволял нам не писать одну команду много раз, а организовать ее повтор. Допустим, в данном примере, как мы видим, нам пришлось 7 раз написать команду «Шагнуть вперед». А благодаря циклу мы программу написали короче на 5 команд. Но шагов могло бы быть и 100. То есть, благодаря циклу мы можем сократить и коротко написать одну и ту же программу. Перейдем к следующему вопросу. Что такое список? Список – это несколько элементов с общим именем и нумерацией. Элементами списка могут быть как строки, так и целые числа. Как мы знаем, к элементам можно обращаться по порядковым номерам, то есть с помощью индекса. Эти индексы мы пишем внутри квадратных скобок. Для того, чтобы создать список, мы должны дать ему имя. После этого мы присваиваем списку элементы. Элементы мы записываем в квадратных скобках. Другие скобки здесь не подходят. Не забываем про то, что элементы списка начинают считать с нуля. То есть, первый элемент имеет порядковый номер 0. И для того, чтобы обратиться к этому элементу, мы пишем имя списка в квадратных скобках индекс этого элемента. В данном случае, если мы обращаемся к первому элементу, мы пишем А в скобках 0. И так со всеми элементами. После того, как мы с вами повторили понятие списка, давайте с вами вспоминать память компьютера. Какая бывает память компьютера? Какие устройства мы видим на слайде? Память компьютера бывает оперативной и внешней. Оперативная память хранит только ту информацию, с которой компьютер работает. При выключении компьютера она очищается. А внешняя память хранит информацию постоянно. И здесь мы храним разные игры, картинки и так далее. Если вы помните, мы говорили, что вся информация хранится в памяти в виде последовательностей нулей и единиц. Компьютер понимает только сигналы тока. Единица есть ток, ноль нет тока. Посмотрим следующее задание. Здесь мы должны найти программу, которая не содержит ошибок. В списке даны марки телефонов, представленных в магазине. И программа должна заменить в списке Samsung на Realme. Давайте посмотрим и по одному разберем данные программы. Сразу посмотрев, мы можем сказать, что вторая и четвертая программы не подходят, потому что скобки должны быть квадратными, а здесь они круглые. Посмотрим первый и третий вариант. В первом варианте мы видим, что Samsung второй элемент. Давайте посчитаем, какой же индекс имеет элемент Samsung. Напомню, что мы начинаем считать с нуля. Huawei первый элемент с индексом 0, Samsung второй элемент с индексом 1. Значит, мы в квадратных скобках должны написать единицу. И внимательно посмотрев, мы можем увидеть, что правильная программа – это первая программа, которая выделена зеленым цветом. Перейдем к следующему заданию. Здесь нужно выбрать верное утверждение об алгоритме. Алгоритм состоит из отдельных шагов. Да, если вы помните, мы говорили, что алгоритм – это последовательность конечных отдельных шагов, которые приводят нас к определенной цели. Переходим ко второму варианту. Результат достижим за конечное число шагов. Да, в данном случае этот вариант тоже подходит. Алгоритм может быть бесконечно длинным. Нет, алгоритм имеет конечное число шагов. В любом алгоритме есть ветвление. Не обязательно. У нас есть такие алгоритмы, где мы можем использовать другой вид алгоритма. Шаги алгоритма понятны исполнителю. Обязательно. Если шаги не будут понятны исполнителю, то алгоритм не имеет никакого значения. И самое последнее. В любом алгоритме нужен цикл. Не обязательно. Существуют такие алгоритмы, где мы не используем цикл. Таким образом, верное утверждение об алгоритме – это утверждения 1, 2 и 5. Перейдем к следующему вопросу. Здесь мы должны разделить выражения на две группы – математические и логические. Если вы помните, логические выражения содержат операции сравнения – больше, меньше, равно, не равно, больше или равно, меньше или равно. Математические выражения содержат только арифметические операции – это плюс, минус, умножение, деление нацело, остаток отделения, возведение в степень и т.д. Таким образом, если мы посмотрим на выражения, которые нам даны, мы видим, что 1, 5 и 6 варианты относятся к математическому выражению, а 2, 3 и 4 являются логическими выражениями. Перейдем к следующему заданию. Нужно переписать программу без ошибок. Программа добавляет к списку дату рождения Васива и удаляет из списка дату рождения Гюнай. Если мы внимательно посмотрим в программу, у нас список написан неправильно. Для списка используем квадратные скобки. Строки мы должны написать в кавычках. Также должно учитывать, что кавычки должны быть одинаковы с каждой стороны. Кроме этого, мы элементы добавляем с помощью метода append. Здесь неправильно написано слово append. Append пишется с двумя P. Также удаляем элемент с индексом 1 с помощью инструкции DLA1. То есть здесь точка не нужна. Таким образом мы исправили все ошибки. Посмотрим следующую программу. Здесь мы должны написать программу полностью. Программа должна спрашивать, сколько будет в списке элементов. Добавлять в список заданное количество элементов, введенных с клавиатуры. А потом посчитать сумму элементов меньших 5. Вначале создаем пустой список. С помощью функции int и input вводим с клавиатуры количество элементов списка. Затем, воспользовавшись циклом, мы добавляем элементы. Но посмотрите, пожалуйста, здесь написано for in range call. И здесь не указано, какие команды мы должны повторить. Мы что должны были повторить? Мы должны были добавить элементы списка заданное количество раз. То есть мы должны в список а добавить элементы, используя метод append. Идем дальше. Мы опять использовали цикл. Но опять не указали, что нам нужно повторить. А нам нужно найти сумму элементов меньших 5. То есть задаем условие. Если мой элемент меньше 5, то прибавь этот элемент к сумме. И так до тех пор, пока все элементы не проверит. Программа после того, как все элементы проверит, выдаст на печать полученную сумму. Таким образом, ребята, мы с вами повторили пройденный материал. И вы можете начать выполнять задания. Задания несложные. Желаю вам всем удачи. На этом наш урок закончился. До скорой встречи!